привет друзья это первый образовательный алкогольный канал и мы снова в гостях у моего замечательного папы гавриила григорьевича здравствуй дорогой папа этот самый сын и еще и еще глава этого самого канала глава да и я еще сегодня очень рад не только потому что мы это делаем потому что в этой пандемии сегодня ко мне опять сын приехал и мне это радость из чего следует что друзья пожалуйста почаще навещайте своих родителей но в пандемию аккуратно потому что вы можете им что-то принести не дай бог да но вот у нас вся семья слава богу привиты и вот поэтому к деду ездим в общем пока без боязни вот но учитывайте этот момент и если нельзя посещать своих пожилых родителей то хотя бы им звоните сейчас есть видеосвязь еще что угодно ваше внимание им очень важно и нужно собственно сегодня вы на столе видите аж 66 на стоек от папы они все абсолютно новые мы не пробовали ни одну а папа ни одну из них раньше не делал а скажи пожалуйста что тебя навело на мысли но кроме его предложения сделать новые настойки сделать их именно вот из того из чего ты их сделал друзья мои всему виной пандемия вы думаете как раньше было много дел ты куда-то ездил что-то делал ходил в театр в консерваторию еще куда-то тут сидишь дома и надо что-то делать ну вот я подумал что у меня тут есть запасы сушеный чайнослив это самый курага изюм а в холодильнике там лежит хурма груша фейхоа этот самый цвета свои всякие лимоны там гайфауты нормальные бы люди сварили бы из этого компот или варенье это же не мы мы же первый образовательный алкогольный канал мы же у нас же поле эксперимента поле знаний вот и собственно еще одна цель вот приготовить самые разные наливки она была ну в общем тоже связано с пандемией дело в том что я помню как мы раньше с папой ходили в рестораны и как там мы брали в том же шинке есть ролик на канале да вот сет наливок там есть да вот во всех таких рестораны рестораны кухни часто бывает сет таких домашних наливок вот ему потом почему не сделать это дома но смотрите есть люди профессионалы которые делают настойки наливки и прочее и вам я их регулярно показываю на фестивале крепкий мир они туда приезжают у них технологии мощное оборудование и так далее и тому подобное еще кубок малого шлема там тоже такое происходит но там серьезные дистилляты и так далее а мы обычные люди которые никаким оборудованием не обладают но разнообразие вкусу все-таки хочется и как мы выяснили из наших предыдущих роликов и по этому многолетнего опыта собственно обычной водки можно просто дома настоять обычные фрукты там ну иногда добавляя сахар никогда не добавляю уже через неделю у вас будет водка чуть меньше градусов но чуть богаче вкусом и вот мы сегодня попробуем чего тут папа сделает из обычной водки ты вот как убрал водку вот она архангельская архангельская да неплохая водка которая была у нас дегустатских водки вот занимала хорошие места вот папа теперь на ее основе это собственно все и делает так давай начнем ты же как серьезный человек там целуются таблицу составил куда-то чего клал но я как обычно как ученый послушал и конечно на семья вот здесь вот идет вот здесь на этой штучке идет перечисление кога чайнослив фейхоа гауша хурма грейпфрут еще сушеные цвета свои штучки ну ну и корки в корки на хрен еще хрен куда без хрена мы без хрена никак без хрена вообще наша жизнь вообще до я подумал что теперь можно из всего этого сделать различные сочетания но я конечно понимаю что можно сделать число сочетания из-за на элементов поэм на их будет вообще штук 50 тут на не наберется вот но это не размещено с тобой что вы не выпили даже на дегустация но но во первых на высок не выпили в то их у меня маленький баночек столько нет хотя за вами пандемии но все время покупаешь чего-нибудь такое и все время банк скапливается очень много вот кому бы подарить но маленьких вот видите вот от всего тут и вот и вот я нашел их 6 штучек и вот вот в различных сочетаниях эти фрукты все положил сухо и не сухо и злил сюда ли то этой самой как ее называется ах ангельской хорошо но и ты правильно сделал что ты не сделал много даже вдруг бы не получилось да поэтому вот все стоит маленьких баночка конечно когда мы уже поймем какой рецепт оптимальный вы сможете это делать уже большой посуде как мы собственно говорили предыдущих рецептах единственный нюанс в одном из рецептов по поговорился сказал что надо банку закручивать не плотно но на самом деле надо закручивать плотно иначе все выветрится не плотно закручивать только если вы хотите получить безалкогольный наступ или очень слабо у меня плотно закручу так что ты еле сумел открыть чтобы разлить да сейчас ты молодец давай начнем с первой что у нас в первом этом в пиво кончики в пиво кончики я читаю состав курага чернослив фейхоа грейпфрут и еще цитоси сушевый микс так и все это примерно в равных долях да да понемножку всего хорошо так и мы тут уже заранее все это разлили по мизу ручкам вот но сразу предупреждаю за вот залпом все это глотать мы сегодня не будем потому что мы не пьем мы дегустируем и собственно вот так вот 6 накатить с пожилым папой но это очень как бы не совсем правильно для здоровья вот мы за умеренное потребление за такое как это называется осознанно да потом какой пожилой папы ты вообще что-то целым путаешь я думал только женщина бежевского говорят об их вот нет я не обижаюсь ладно я просто поправляю тебя нет ну я уважительно об этом надо уважить уважительно надо ну потом это потом когда-нибудь о слушать ароматик пробовал нюхал ароматик прям божественная и вот кстати смотри а знаете вот когда мы вина дегустируем с винными экспертами и пробуем ароматику как правило они не пахнут тем из чего они сделаны не пахнут виноградом они пахнут разными там не знаю ягодами фруктами цветами там чем угодно а вот интересно чем пахнет твоя настолько ну ка шоу шоу тебя-то в первом носе час я почитаю а ты мне подглядывать вот как раз не надо подглядывать нет и давай вам честно и мне вот ярче всего там слышится цитрус но чуть-чуть да но так на заднем плане но но аромат очень такой приятный центр такая центр больше цвета и фейхо да ну вот они как видишь в аромате затмили все остальное теперь давай промчу нас во вкус но будь здоров и вы дорогие друзья будьте здоровы так слушай ну во первых ты сделал горькую настойку давай поймем почему она горько нет она цитрусовая приятно горько цитрусовая настойка теперь давай посмотрим ингредиенты можно табличку пожалуйста так значится так курага не очень чувствуется чернослив не особо фихо на заднем а грейпфрут вот от игры в целый клаву смысле или или надо я свежий с ковечкой надо было класть только этот слушай ты наверно положит и грейпфрут наверное не чистил эту шкурку но не шкурку а вот эту белую не чистил долях не чистил белый вот она нам дала эту горчину да да соответственно дорогие друзья значит если вы не хотите испортить вкус вашей настойки то грейпфрут туда либо не добавляйте либо снимайте с каждой дольки вот эту вот ее оболочку не только шкурку да вот то что дольки это забывает название могут тонкие как и петель и черт возьми вот потому что вот там там вот вся горечь и содержится вся горечь осталась здесь но многие говорят что это очень полезно поэтому вполне возможно что папа сделал полезнейшую горькую настойку и возможно она даже как-то помогает от каких-то болезней хотя и у нас на канале мы никогда не утверждаем что алкоголь вообще помогает какие-то болезни он может немножко поднять настроение тонус ну естественно в компаниях хорошо да но за здоровьем от никак не связано и особенно если вы болеете то лечиться алкоголем это знаете это вот только вредить я честно вам скажу потому что он и организму мешает сопротивляться и с лекарствами не сочетается поэтому конечно если вы здоровы будьте здоровы пейте по чуть-чуть на здоровье там периодически там не за по празднику вот если вы заболели пожалуйста вот вот не считайте что можно настойками фруктов вылечиться но интересный интересный вкус у твоей настройки вот именно так потому что мы недавно там пиво все так я все рассказывал что я люблю горенькое пиво все ты сделал как себе я себе сделал как мне нравится поэтому вот все дорогие друзья если вам тоже нравится горенькой то можете не чистить но может поменьше немножко положить чтобы не очень горенько но горенько немножко есть поэтому подерж позаботился себе молодец и понравилось друзья но кстати это на я считаю что это открытие потому что я что-то не помню чтобы в горьких настойка в составе был грейпфрут обычно там перец горькая настойка это перец там не знаю что там еще вот но грейпфрута я в составе никогда не видела папа как видите открыл и и это вполне может быть даже даже и как бы и полезнее чем перец но я не знаю но что был и я что же я обижу что ли какой-нибудь который хорошо короче ты результатом довольно ну это интересно это интересно хорошо так переходим ко второму экземпляру второй экземпляр читаем что-то туда положил чем сам умею читать так значит тут присутствует курага тут присутствует чернослив но собственно как в предыдущем но здесь нет фихуа грейпфрута и сушеный цвет а есть хрен то есть курага курага чернослив и хрен вот такое интересное сочетание мне еще интересно как ты потом их назовешь если они станут вот смотрите вы смотрите интересно вот это второе получилось из-за того что вот наш хреновух всегда это хрен и изюм а я думаю ну курага это почти изюм но тоже по вкусу а чайнослив еще что-то может добавить я подумал ну как же без хрен не попробовать вот и сделать такой сам не знаю что такое первый раз там ну кстати пах пахнет тоже цитрусами не знаю почему пахнет цитрусами нету цветы нету них нету но она наверное хрен немножко туда играет ту сторону зову сочетание с курагой до хаим можно сочетание хрен с курагой как раздават вот этот аромат апельсин не знаю ну давай попробуем твое здоровье ваше здоровье дорогие друзья изобретатель дорогие тоже забавно но это это как я говорю надо купажировать то есть вот сюда надо водки долить потому что это очень я много вот на эту баночку много этого и хрену и того согласен я все это разбавить то будет вкуснее да друзья на канале есть ролик как папа готовит хреновуху очень подробный со всеми тонкостями вот и там действительно фишка в том что вы сделав хреновуху можете довести ее до нужной степени как папа говорит хреновухости да то есть если вам нравится хрена больше но оставляйте как есть переборщили с хреном просто доливаете то больше водки ну только по чуть-чуть да чтобы не переборщить и определяете вот ту степень присутствия хрена которая должна быть но добавление кураги как мне кажется вот она обогатила палитру этого дивного напитка то есть появились другие нотки появился какой-то такой знаешь уже больше разнообразия до границы расширяются и вот кураги я бы туда добавил побольше значит у тебя тут в равных далек я насколько понимаю вот это черное то что чернослив вот кураги туда надо побольше насчет чернослив может быть и чернослив но мне кажется что хрен и курага и изюм вот это будет более богатое интересное сочетание чем просто хрен и изюм который папа добавляет обычную хреновуху кстати уже скажи тогда но для тех кто не смотрел вдруг до чтобы не смотреть весь ролик еще раз рецепт хреновухи четкие что то что в нее входят ну четкий рецепт хреновухи вот вы берете там но я в литровой этой банке делал да ну значит 750 грамм это обычная водка хреновуха вот одна фаланга пальчика чистый хрен режьте соломкой туда кладете и примерно 3-4 столовых ложки изюма понять сахар никакой то они никакого не добавляешь очень много рецептов таких таких же хреновухи с медом папа мед никогда не кладет мы как без него входишь получается вкус не здесь нигде нет меда ну потому что я уже говорю что я люблю горенькая а сладкая не очень люблю поэтому вот ну вот такой здесь все так а сколько настаивается хреновуха обычный день на ухо обычно там два-три дня уже достаточно она очень быстро вот это вот это настаивалась неделю неделю хорошо так ну что движемся дальше у нас третья баночка ну давай зачитай что у тебя там что-то там намешал я вижу опять какую-то цедру надеюсь не грейпфрутую то третье баночка фейхоа так хурма и горифрут сейчас будет опять это горько да в общем то тут оторвался любимый горечью да грейпфрут у тебя опять дольки или ты кожуру туда положил на кусочек отъеду кожуры или дольки это важно но нет крови наверно да да похоже так но аромации похож на аромат первый час да в общем то же самое гайф и вот это видимо все но у вас здоровье да тоже а вот тут горечи меньше это уже похоже знаете на какой-то вот биттер ликеры есть такие очень качественные я да сейчас я попытаюсь вспомнить как же он называется это похоже даже уже на этот на фернет бранко знаменитый вот что то есть тоже я думаю что бармен и вот вот этот твой вот 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 эту настойка небо очень оценили потому что они вот такую штуку используют как основу для коктейля что-то добавляют но мне кажется и в чистом виде от можно зайти ну-ка давайте еще раз рецептик зачитай ну тут все очень просто и составляющий фейхоа хурма и горифр так хурмут и брал тоже дольки нарезал да вот так кусочек а то я ну слушай ну ты знаешь они вот вместе с фихуа нейтрализовали немножко твой этот грейпфрут и получилось действительно замечательное сочетание вот то есть я думаю что вы смело можете дом такой готовить и получить от этого большое удовольствие это действительно открытие совершил вот я вас поздравляю спасибо но я могу сказать я вообще фрукты не ем только по сезонам мне почему-то надоедает и вот одно и то же и вот когда участные бы и начинается сезон фейхоа я еду на рынок магазине засохший чё знает что там можно пройти 10 продавщиц на рынке чтобы найти нужное фейхоа чтобы были они большие с тонкой кожицей и не очень жесткие но если они не очень жесткие то дома они немножко могут полежать и становятся совсем мягкие их можно так но люди то обычно делают вот что наши берута и на мясорубке или в блендере прокручивается сахаром и получается вкуснейшая вещь вот вот сколько сколько долей сахара на килограмм в курсе по вкусу я обычно это не делал я так следовали фейхоа а раньше когда мы жили еще вместе вот я делал когда я маленький и ты маленький ты это тоже очень любим это было вкусно да я помню в курсе самое главное то это фейхоа у нас появилась вообще в россии но но я не знаю может лет двадцать назад а до этого никогда здесь это не продавали ты думаешь что да 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 есть мне в детстве готовил извини это не 20 лет назад ну 30 до я думаю что 40 у тебя тут немножко уже просто это сдвигаюсь эти временные но давно живу не живи еще 300 лет всем на радость будем с тобой снимать фильмы там еще лишь про смотрите но мы здесь начинаем сделать вот такие вот эксперименты но в общем-то я то по своей специальности в общем-то экспериментаторы но во всяком случае всякие космические дела они вообще требуют всяких экспериментов может быть на моделях систем а может быть и в космосе просто вот я вот это вот когда у нас сейчас могут это все прием мне вспоминается замечательная вещь 95 год и вот тогда мы дружили со всеми всякими зарубежными странами с америка из европы и так далее и тогда у нас появилась и президентская лицензия на том что наша фирма может работать там ну с французами например и мы получили совершенно удивительный заказ сделать систему защиты франции и европы от ракет как это понимаете а ну я то в общем то все время со всякими космосами занимался и тут мы подумали да еще очень хотели тогда со всеми торговать и продавать чем все и антре фирма она очень хотела продавать свои с 300 тоже европу там куда-нибудь еще и вот все это сделали и вот мы от нашей фирмы втроем и от антре тоже втроем во главе с генеральными конструкторами двумя поехали на защиту этого проекта и вы себе образить не можете почему я вспомнил это вот и вот этой дегустации очень просто 95 год в магазинах нет ничего в общем зарплаты никакой но хорошо когда мы делали вот эту систему у нас были какие-то деньги которые вот на эту команду которая делала были французские деньги а так зарплаты вообще совсем и купить и не на что было и тут мы приезжаем в париж и пожалуйста в роскошный отель и мы там с открытым счетом можно про все что хочешь можно чтобы тебе там ну все что угодно в номер еду приносили и ресторан при отеле там ну все 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 только подписать чек и все интересно что ты выбрал сейчас расскажу что ты попробовал в первую очередь нет в первую очередь получилось таким образом значит первый ужин да у нас первый день там доклады там и так далее так далее я там вообще ночью устал достаточно ну и вот мы пришли в ресторан начинаем заказывать ну и наконец-то подели там ничего ну и последний сыр а рядом со мной сидит но надзирающий за нами человек который меня толкает в бок он ты не может ничего заказывать он говорит а закажите говорит вот это венок сыру толкает в бок но я этому официанту говоря вот принесите это он и остался в такой улыбке я думаю самая дорогая бутылка оказалось что это эта бутылка стоит полторы тысячи долларов и самое главное вот при нашей скудности вот этой жизни мне понравилось как там подают сыр не на тарелочки нарезанные засохшие кусочки а человек приносит вот так на руке на руке такую деревянную плату на которой пять-шесть килограммовых кусков сыра он ставит на столик серверовочный и ножом показывает сколько отрезать от какой да хоть все сажали это все называется сыр и цена ему 1 и даже и вот а мы вообще обалдели от все эти штуки и вот кроме вот этой вот этого вина к сыру это было что-то потрясающий напиток вот даже просто крон извини пожалуйста кроме этого вина ты еще какие-то алкогольные напитки впервые для себя там открывал эти был не до этого нет ну во первых меня поразило то что когда мы там вместе обедали всей делегации вместе и мы и французская сторона то меня поразило что вину которое было к обеду она стоила дешевле чем минеральная вода да вот это и прекрасное сухое вино красное но и что еще могу сказать ну крепкий один пробовал там не за арманьяк на коньяк какой-нибудь я могу сказать что я пробовал у меня мини-бар был но вечером когда мы отставали но все равно мужем или там со всякими этими делами но все равно захотелось все этого попробовать там стояла 56 разных бутылочек я попробовал конечно все вот эти очень вкусняшные и что понравил ну и коньяк замечательные но еще конечно вот когда мы где-то там на улице на прогулке остановились каком-то кафе и и там был сыр фондю и с белым негристым вином это было просто потрясающе а макали мы такие сухарики длинные белые в сыр и запивали этим вином это все тоже но вот после того как это у нас вот этого всего не было и тут вот такое и чем я притрясу еще вот что вот вы думаете как тут ну вот мы тут ну вот когда и бужа или ну что мы там съедали все и и хвостик пососем и плавнички пососем и все да когда пожарили но все в облае обычно в жареный мнение не уже иный тоже так но это значит я заказал себе форель значит я принял прием приносит это этот на таком блюде жареную файл большую файл значит ставить тарелку не раздевать кладет там салат там то другое там чему нужно и начинает ее раздел и от этой большой файл он отрезает два ломтика от спинки сли с одной и с другой стороны кладет нам тарел остальное просто швыряет тут же в такую бак я видео вот это все поджаристые корочки все я его готов был убить настолько все вкусное было выброшено и естественно в этих вот филей как иду там никаких косточек не было ну понятно так же как говорят а как вы будете вот как с костями а разве бы бывают кости скажи вот это вот такая же а теперь вот у нас есть вот это вот все самое разнообразие и вот понимаете я тут видите вот на делал это все эти эксперименты можно продолжать а самое главное нам сейчас скажем примерно что нам понравилось что нет а дальше мы тоже можно у вас тоже это пандемию чертова вот можете тоже поучаствовать в этом и прислать свои результаты экспериментов да вы даже вы кстати даже можете прислать видео да то есть можете вертикально присылать потому что youtube сейчас продвигает так называемые шорсы такие короткие видео до минуты которые на снимать вертикально я никак не соображу что мне туда снимать но если вы до минуты снимите сюжет там привет друзья я тут значит приготовил такую настойку смежал то-то-то получалось вкусно меня зовут олег я из магнитогорска вот это присылайте я это выкладываю все счастливы и все это увидят и youtube это будет продвигать ради бога я только рад буду поэтому делитесь вашими секретами потому что я сегодня действительно был поражен потому что но реально папа вам сам начал все сказал как есть да кроме бутылки водки из магазина да были просто зашел засохшие разные фрукты из холодильника которым в разных пропорциях намешал и по крайней мере но уже из трех уже две настойки получились очень удачными это вот апгрейд хренаухи да с добавлением туда чернослива и кураги и вот этот совершенно новый напиток который мне вот прям безумно понравился который но я просто не могу точно вспомнить но я нечто подобное пробовал да какой-то дорогой дорогая настойка биттер не по ликер что-то такое было да это значит у нас фейхоа хурма и гэйф и все свежие да и все это изумительно здесь ничего не сушеного вот такой нет вполне возможно что люди которые живут где-то на юге у которых все это растет они конечно же давно делают настойки из хурмы из фейхоа и так далее но для москвичей это не самый распространенным скажем так напиток и я раньше таких рецептов не встречал давай двигаться с интересом дальше что у нас в четвертом в четвертом думаю попробуем тогда я прочитаю слепую чтобы попробовали потом ты мне нет нет не можем и так сделал нет нет курага чена чернослив такой наград чернослив груша жареные и хурма все и гайф нет 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 там нет грифрута там зато есть они все все 4 еще раз курага чернослив пихуа мнение груша и хурма курага чернослив груши и хурма все разобрались так ну давай соценивать аромат погачена но ты знаешь аромат водочный видео видимо и вот эти вот фрукты они не победили водочный аромат но наверное они все ушли во вкус твой зарану отговорю что я чё-то не не это не пахнет еще попробую чем поправим вот груша как раз вся ушла во вкус получилась отменная грушовица надо послаще послаще да то есть понимаете вот а раньше я все эти вот с львовица груша все отвозил из прайде чехии но но и цена у этого продукта немало но и в россии продается он тоже стоит очень немалых денег и вот это очень вкусно это очень вкусно да это стоит гораздо дешевле потому что груша конференция у нас лежит круглый год даже в дикси пятерочки где угодно стоит не так много она такая такая зеленого цвета вкуса картона и так далее но если вы его поджарить и на сухой сковородке вот и она немножко карамелизуется а потом вот на этом настоите получится потрясающий результат еще раз давайте состав но мне кажется груша затмила все хотя курага с черносливом тоже как нанесли свою лепту да какой ага чернослив груша и хурма да точно но вот хурма здесь груша она тут забивает все она такой мощный фрукт оказался но не ну все равно все остальное дает вот ты ругал мою жареную грушу оказался вкусно ну груша сейчас еще в двух последующих будет вот интересно там ее забьют другие ингредиенты или нет но но заметь как я отношусь к своему сыну грушу я положил в то и а свой хрен положил только в одну слушай но смотри вот ты тут просто до от фонаря буквально это смешивает да ты получил настойки на любой вкус ты получил и горькую ты получил и с этой как у цитрусовую да ты получил игрушу да то есть вот так подожди ну вот не от фонаря а извините вот я скажу очень сильно научный подход я забыл все люди которые вообще там ну ощущают вкус они могут как бы смоделировать у себя на языке сочетание разных вкусов вот если бы я захотел я в час себе смоделировал на языке и и вишню смоделировал это смысле собрал бы из того что есть доме то что ты дал мозг дал бы туда еще вот это но и видео в том что я же по специальности я же делал огромные модели больших космических систем и так же как я сделал огромную модель системы защиты для французов они были потрясены какая была модель самое главное когда мы сдавали этот проект вот когда защита была в первый день там приехала там пять или шесть их специалистов после доклада на следующий день уже их сидело 20 и сдавали кучу вопросов и в основном по системе управления но некоторое количество вопросов было по системе этого самого обнаружения космической системе но но по эстериста они наверно знали так что она умеет и что нет а вот это что система управления она как оказалось дала что когда по умному распоряжаться всеми этими средствами оказалось что защищаемые территории для каждой системы эстериста увеличивается в три раза ну конечно когда интеграция между двумя когда-то враждовавшими лагерями когда при помощи наших они делают а там а при помощи их они там добавляют то-то конечно это и гарантирует мир во всем мире скажи пожалуйста эту штуку до спор работы я думаю что я думаю что эта штука работает скажу почему потому что когда через шесть лет мы поехали туда для знакомства с новой фирмой а это уже была европейская фирма эта система защиты просто европейской ассоциации систем защиты я вот они просто нас пригласили для того чтобы был представитель нескольких фирм наших и у них там было вот представители от франции германии испании там все кто-то входили они сказали что они там могут делать мы немножко рассказали что они что мы можем делать и для того чтобы подать дальнейшем значит но были другие договоры договоры соглашения и так далее вот но вот с тех пор это стало как-то сокращаться вот это взаимодействие и к сожалению концов в седьмом году это вообще прекратилось но это все на самом деле очень жаль потому что только что на примере того что рассказывал мой отец вы могли убедиться что наилучшая защита собственно всего мира от разных негодяев которые захотят там запускать какие-то ракеты да это только сотрудничество и дружба между странами и народами а не то что происходит сейчас идет сплошная контракт фронтации все против всех вот постоянно которое разжигание и все это очень грустно печально и ладно давай лучше перейдем и к 5 настойки будем надеяться что все же природе значит происходит по кругу да и повторяется будем надеяться еще при нашей с тобой жизни до повторится период когда опять все будет дружить за это выпьем твои две последующие помним надпись на перстни соломона и это пройдет точно вот выучил так из чего ты сделал пятую настойки 5 настойки а еще я вам скажу что значит мы вот это вот моделировали также как те системы и поэтому вот это всегда можно подумать сначала как сделать конечно вы подумаете не то можно повторить твой рецепт раз уж ты собственно изобретал ну да так настойка номер пять вот у тебя графа 5 она она еще меньше она ты компонент курага фейхо и груша и груша так так и чего там отсутствует у нас отсутствует чайнослив все пони раз на нее с поясним и форма так значит все то же самое только без чернослива правильно ты вот убирал да какой-то ингредиент чтобы понять это нужно вообще куяга фейхо и груша но кстати ты знаешь спиртуозность как-то ушла не знаю почему так ну что ароматик его смотри вот тут уже спиртуозность ушла чувствуешь пахнет вот этим фруктикина вот не груша опять какие-то вот что тут что тут что-то цитрусовый пошло почему-то не знаю почему может быть теперь уже везде мерещится да подогаю шейфы фейхо фейхо витуро тихо а вот точно вот здесь аромат фейхо то я просто так давно не нюхал напитков сделать на фейхоа что-то у меня я положил не спелые а положил такие зелененькие еще тверденькие поедал кусочек понятно а ты сказал как называется одна сказал давай будь здоров ваш здоров дорогие друзья не бойтесь экспериментов даже когда сидите дома да и можете нам верить даже француза нам вели когда моим системы за и не ошиблись о вот вот это прям служит вот это прям идеально сочетание вот три кита еще раз давайте бумажку курага фейхоа и груша в равных долях груша жареная на сковородке жареного вот вот друзья смотрите это вот это это просто это вот настойка я не знаю богов я бы сказал да а хотя ничего сложного вот ты знаешь на самом деле чистоты из эксперимента можно было сделать просто из кураги и груши и без фейхоа потому что но фейхоа на может быть не везде есть вот а у тебя последняя настолько она еще а последняя настолько она интересная там груша тоже есть там побольше ингредиентов там вместо кураги чернослив то груша грейпфрут и еще cd чернослив груша грейпфрут и цедра грейпфрут опять твой горенький горенький да это должна быть еще коренькой но гороши должна немножко погасить а подожди не то смотри вот этому смотрим да вот она до корки виднеют но чайнослив и и гороши должны гореньку убрать ну давай сейчас заценим чего на того права на аромат аромат очень приятный цедра такая фигуа ты говоришь там нету теперь не фигуа везде мерись уж такой интересного тут запах ты знаешь вообще как хороших мужских духов действительно но уже можно использовать как духи кстати ребята вот открытие то дожди сейчас мы попробуем но понюхай как девочка нужно подожди но вот эти пробники же нет нет до духов видимо нужно что-то другой там нам в духах вообще насколько я помню основы чуть ли не конский пот потому что он очень очень насыщенный внедренный его поэтому как духовитая потом они уже меняют там составляющую чтобы от вас пахло не к нему сначала я положу тухлая жеребцу нет тухлая рыба это не то ладно на селедке конский пот нужен ладно твое здоровье ваше здоровье дорогие друзья не бойтесь экспериментов пробую смотрите ничего с нами не происходит мы этого все короче это напиток для тебя нет для меня это вот тебе значит подводя итоги значит слово представителям старшего поколения значит скажи мне ты вот какие из этих шести настоек будешь теперь повторять дома для себя для себя я сделаю хреновуху но только конечно больше водки это понятно это слишком концентрая хреновуху с хурагой или хреновуху с хурмой врагой с хурагой то есть вот этот третий вариант он зашел просто давай еще состав зачитаем чтобы люди не забыли фейхоа хурма грейпфрут вот это вот моя хреновуха она сильно не очень понравилась зашла да и мне еще зашла вот это грушевая которая у нас была вот где-то груша у нас была 4 там курага чернослив груши и хурма вот это такая сладковатая настойка ночь приятно хотя еще раз напоминаю что сахара здесь нигде нет везде сахара и суту и совершенно божественная вещь это вот это вот 5 это курага и хуа и груша нет это вот это просто открытие вот так что друзья еще раз вам говорю не бойтесь экспериментировать и почаще вещайте родителей потому что родители это кладезь мудрости кладезь опыта и кладезь знаний мой папа может поделиться с вами это очень хорошо да но если но если ваши родители готовы поделиться с нашим каналом пожалуйста снимайте присылайте выложим их рецепт их советы вот но вы можете вместе с ними тоже сниматься и присылать на этом мы с вами прощаемся всего вам самого доброго если понравилось поддержите пожалуйста папу лайками можно зайти по ссылочке donation alert в описании ролика денег нам подбросить купим чего-нибудь еще для экспериментов вот но самое главное подписывайся на канал и жмите колокольчик чтобы не пропустить новые видео до новых встреч спасибо вам и ешьте фейхо а сейчас сезон спасибо за субтитры сделал DimaTorzok